Всем привет! Я справился в холодильнике, потому что в кухне очень шумно, очень жарко и ничего толком не сказать. Сегодня я постараюсь заснять для вас, как шеф будет делать подачу. Это значит, 4 гостя придут пробовать блюда и потом они решат, будут ли они это заказывать или нет. Если им все понравится, то они примерно могут заказать меню на 800-1000 человек. Все увидите, все покажу. Все, конечно, будет очень быстро, потому что по-другому не получается. Увидимся, пока! Ну у нас еще сейчас пробуется, этот шеф готовит все понемножку, на 4 персоны всего. И потом они гости попробуют, если им понравится, и возможно они закажут на 800 или на 1000 человек меню. Курочка у него жарится, овощи уже в план, сзади киньоки, курочку он порезал. Стоп! Себастьян! Сидкутал! Си-и-и-ху! Не будем им мешать. Девчонки стоят, готовы уносить радость гостей. Салаты уже вынесли, салаты таких у нас небольших болс отдаются. Так что мы будем надеяться, что гости купят это блюдо, что им понравится. Так, следующим блюдом будет картофельное пюре с зеленью, щечки молодого бычка и овощи. Так, пастернак, пастернак, морковь. Не солнце, так ты это прекрасно любишь, сейчас сам это делаешь, нарезаешь, отправляешь. Отлично! Опять у нас курочка. С фюре, с блюэта, свирная капуста. И потом брокколи, дикая брокколи с длинным стеблем. И прекрасный шуф-нудель. Ну, шуф-нудель это не что иное, то же самое, что кафе эти, как это называется, капеньоки. Тесто такое же, но в свое время, когда еще машины изобрели, молодые детственницы крутили их по своим бедрам. Но бедра, конечно, должны были быть обязательно побрит. Иначе, ну, сами знаете, с волосами никто не хочет. Я скажу, как вы делаете, что молодые женщины это делали. Может быть, пятнадцать лет, или что-то, да? Это для меня на ютуб-караде. Конечно, вы не знаете это, сейчас. А вот это? А вот это! Это пять суток! А, ну, вот так вот, скромненько, ну, чтобы если не съели и блюдочки, и много блюд, и всего четыре человека, в принципе, должны покушать, постучиться, по чуть-чуть совсем. Поэтому, это так, пробные тарелочки. Все, Сабрина пошла. Маникюр в порядке. Маникюр. Маникюр, педикюр. Так, ну, следующим бурлюдом у нас будет шпетли. Это цельнозерновое шпетли с савойской капустой, без сливов. Без сливов, а не у нас во. И, возможно, грибок добавить. Что я потом покажу? А, ну, вот ничего будет. Это фальшивое фальшивое? Да. Да. И у него будет это фальшивая вырезка. Телятина. Он ее делал, походу, в этом, как ее называют, в сувиде. Ну, в принципе, недолго. Он шесть часов сувиде ее делал. И вот, смотрите, сама я вам фальшивочку подожду. Она очень мягкая, когда я ее в сувиде именно делаю. Вот так, как она ее идет, она готовится. Жестковатая все-таки. Еще какие-то не вырезка. Не настоящая. Сейчас подожду, когда он сделает, и потом подскажу в полное блюдо. Ну, вот. Последний стричок. Да, грибы он добавил. Грибы у нас будут шитаки. И все. Поехали. Гости уже потихонечку наелись. А теперь начинается самое интересное. Сейчас пойдет розбив. Сзади картофель с ростмарином. Марковь двух цветов. Желтая и оранжевая. И жю. Загущенный соус. А нет, трех цветов картофель. Еще будет лиловая. Марковь. Но ее, как правило, делают отдельно, потому что иначе она, она как свекла. Сразу будет все красного или сиреневого цвета. Так, ну, а у меня, у меня все просто. Мне дали задание приготовить из всего, что найду, пять разных супов. Вот один из супов у меня будет министруны. Второй суп. Ну, вы догадаетесь, наверняка, что это будет. Два томатных супа. Один на сливках, другой на натуральный. И морковный суп с имбирем. Ну, на кокосовом молоке. То есть я стараюсь делать так, чтобы все, что у кого там проблемы с глютеном, с лактозой и прочими делами, чтобы все, что-то, что могут для себя выбрать. Очень хорошее мясо, очень хорошо приготовлено. Так что... Если вкусно, то вкусно. Жалко, конечно, такое нужно блюдо подавать в самом конце, вернее, в самом начале, а не в самом конце. Дай мне что, что-то сейчас будет. И, моя хороший суп. И, моя сливка. Ну, этот суп. И, моя сливка, хочу, чтобы у них есть все, что-то integrated. Мне кажется, что ты в этом фильме. Я, который фильм. Я, ты машин. Так, осталось еще три подачи, три блюда. Следующим блюдом у нас будет остоконечная тушеная капуста с лососем. С них запутаться бы не упасть. С лососем под соусом гремалата. Это петрушка с соком лимонным и с алифтойм маслом. Так, а также будут елки. Елки покрашены в цвет свеклы. Я думаю, что это краски. Я думаю, что это ненатуральный цвет, потому что в пиварке свекла, конечно, бледнеет. Но так, в принципе, выглядеть будет хорошо, красиво. Сейчас еще лососем сверху. Нормально все получилось, все хорошо. Притошли уже пополовинке, а кому-то большую порцию будет. Но гости уже стонус, уже все не могут. Ну, еще осталось немножко. А десерт они уже отказались, так что десерт я вам, наверное, не покажу. И сейчас томатный соус еще закупит, и все опалкивает. И будет полностью готово. Не хотели они давать соус, но я на этом настоял, потому что все-таки мягкий, и нужно соус они... Я еще расслабил, и все, попадил на это, все нормально. Все, поехали. Следующее блюдо у нас картофельное пюре. Школераби-алекрин. И вегетарианскими котлетами из полбы. Как они делают, я не знаю. Вернее, как он делал я. Я наверняка могу сделать это без проблем. Но так как делал не я, поэтому я не знаю, из чего, как он их делал. Ну, значит, варил, измельчал, добавлял муку, добавлял яйцо. У меня есть мель, а без муки, значит, да. Я понял, что это с глюнкеном, или с глютеном, или с глютеном. Я не знаю, нужно посмотреть, мне самым просто интересно. Каня золотина. Соус не буду добавлять, потому что сливки имеются в калинаре. Все, Сабрина пока с маникюем, поехали. Последнее видео я не записал, к сожалению, мне испыслалось. Не знаю, что случилось. Значит, следующее, это блюдо опять вегетарианское, сделано на основе карри. Здесь у нас турецкий горох, морковь, цукини. Так, что еще здесь вижу? Сладкая фасоль. Турецкий горох назвал уже. Ну, и чечевица. Все это сделано в кремовом таком стиле. И сверху, все по тарелочкам небольшим, глубоким. И сверху укладываются равиольки. Равиоли наполнены горохом и мятой. Это было последнее блюдо. Все, гости, слава тебе, Господи, наелись. И теперь я буду готовить свои супы дальше. И на этом все, ребятишки. Давайте, счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok